Друзья, мы продолжаем говорить про невероятную очаровательную Кеннию. С вами в студии сегодня я, Оксана Шевчук, руководитель Литвичинского агентства «Восьмое небо» и невероятная Ирина Литвин, это представитель компании «Тревел Профессионал Групп», руководитель направления Кения. Это наш четвертый блог, мы уже обсудили все нюансы по стране, правила въезда, поговорили о том, на чем в этом сезоне будет ставить свою полетную программу «Тревел Профессионал Групп» и переходим к самому интересному, это экскурсии и сафари. Ирина Литвин, самые популярные, те, которые чаще всего берут туристы, это какие экскурсии? Ну, смотрите, в Кении есть что посмотреть, на самом деле здесь хочу чуть-чуть на секунду отойти в сторону по поводу планирования поездки, вот вы правильно сказали, что «Да, не ждите, бронируйте сейчас». Почему? Потому что бывает такое, что бронировали, ну, бронировки last minute не имеют места быть на любом направлении, это такое. Но нужно четко понимать цель поездки, бывает, когда человек приезжает в Кению, ну вот он приехал и потом начинает там что-то смотреть, ой, оказывается можно было сюда еще поехать и вот тут что-то еще посмотреть, он потом говорит «Ой, а можно все-таки я туда поеду?» А уже нельзя. И как бы остается вот эта какая-то недосмотренность, да, чувство несовершенной поездки. Поэтому, конечно, лучше сразу досконально изучить, понять, что ты хочешь получить от этой поездки и сейчас заблаговременно все спланировать, пока есть такая возможность. Что чаще всего смотрят? Конечно же, каждый регион обладает каким-то, какой-то своей такой базовой экскурсией, да, как бы must-have, куда стоит поехать. Это, если мы говорим в северном побережье, о Малинде, это Hell's Kitchen. То есть туда можно поехать с Ватаму и можно поехать с Малинде. Ни одна в мире фотография не передаст, насколько это красиво. Вот, правда, я лично очень люблю это место, если получается так, что приезжаю в Малинде, вот вечером на закате, 100% я должна здесь быть, иначе все, все пропало. Очень красивый каньон, который, да, там, ну, такой гранд-каньон в миниатюре, знаете? В миниатюре, да, я смотрю тут. Он не очень большой, да, то есть здесь можно просто приехать и посозерцать, помедитировать, подумать о чем-то своем. Он очень красивый реально на закате, потому что когда садится солнце, да, вот он начинает играть с разными красками. Ну, это зрелище, ну, просто невероятное. Вот, казалось бы, ничего такого нет, а есть. Вот, если увидеть живую, он реально, ну, западает в душу. И проводят экскурсии, то есть можно спускаться. Там есть специальные гиды, которые проводят вас, как бы, по дну этого каньона. Ну, там, рассказывают историю, да, там, и научную, как это получилось, и, конечно же, существует легенда, как этот каньон образовался. Ну, то есть кому интересно, и почему Hell's Kitchen? Потому что за целый день он очень сильно нагревается, и когда ты спускаешься туда, там будет очень горячо. Вот. То есть это одна из таких самых популярных локаций на северном побережье. Дальше, конечно же... Секундочку, вопрос такой сразу. Доезд сюда, это просто на наземном транспорте? Да, если мы проживаем в Атаму, либо в Малинзе, мы просто сели в машину и приехали. То есть там ничего специфического нет. Вот. Конечно же, мы приехали в Кению, но хочется познакомиться с местными племенами. Ничего здесь бояться не нужно, они абсолютно понимают, что вы там турист, они себе не позволят там ничего лишнего, никто не будет вас метать копьё, заставлять там пить кровь, что-то ещё. То есть всё вот так вот на лайте, но всё равно я очень советую поехать, потому что, ну вот Кения, это, знаете, та страна, которая не для красивых, не только для красивых фотографий в Инстаграме, они у вас будут, безусловно, в огромных количествах, но это страна, которая очень сильно меняет, меняет мировоззрение и проходит такая вот переоценка ценностей. Ну, наверное, даже не потому, что ты видишь, боже, как же бедно живут люди, кошмар, а я тут жалуюсь, что у меня там нет неделю горячей воды, всё, там катастрофа. Нет, ты больше восхищаешься тому, как люди умеют радоваться тому, что у них есть, насколько они счастливы абсолютно вообще вне зависимости, да, там от своих условий, насколько они, у них есть своя красота, насколько они её придерживаются, да, то есть народ такой, ну, во многом, да, бедный, но гордый, и у них, ну, как бы есть свои ценности, они её, они их через многие поколения вот так вот передают друг другу и обязательно обязательно их соблюдают. Вот, то есть если говорить о детях, например, да, то, ну, вот, ребёнок идёт в школу, у них всего лишь там пару предметов, это язык, какая-то математика, всё остальное, это больше связано с ценностями, с наукой о жизни, да, то есть о каких-то... Какие мусы. Да, о каких-то вот больше просто жизненных каких-то устоях вот их предков, да, как вот правильно, они действительно друг другу с поколения в поколение передают, ценят и соблюдают, то есть у них вот немножко, немножко это по-другому происходит. Значит, можно поехать к Масаям, но посещение деревни Масая, это, как правило, мы комбинируем уже с сафари, да, потому что Масая, как правило, живут подальше от побережья, да, там есть специальные посёлки, и туда удобно заехать по пути, там, на сафари или с сафари. А вот, например, в Диане есть вот этот посёлок Укун, да, где живут, ну, как бы не Масаи, а простые местные, да, в таких же самых вот хижинах, да, тоже там своими, своими этими общинами, и туда привозят туристов, есть специальная экскурсия, когда вы приезжаете вот в семью, вам показывают, как они живут, как они там готовят свою уголь, вы вместе с ними садитесь, обедаете, они там показывают, как они там делаются из прически, ну, то есть вот просто такой, просто побыть несколько часов, пожить, да, как, да, как местные, как местные люди, ну, это интересно, я думаю, что в любой стране самый большой интерес проявляют действительно к местному населению, к каким-то таким вещам, которых у нас нет, вот здесь вот это просто разрыв у всех шаблонов, поэтому советую однозначно тоже кадры из поселка. Конечно, это Мамбаса, Мамбаса, это, ну, вот, вот душа действительно, да, всего-всего побережья, то есть просто поехать на пляж, посмотреть, да, это хорошо, но я все равно советую поехать в Мамбасу, чтобы вот какое-то уже было более такое целостное представление, это очень красивый старый город, кто был на Занзибаре, кто был в Таунтауне, вот это вот то же самое, только, как бы, побольше масштаба, да, я, например, очень люблю Таунтаун и люблю Мамбасу, если приезжаю, то вот мне обязательно нужно там побыть день, походить по узким улицам, да, пофотографировать вот это вот все, эти рынки, да, это просто произведение искусства, здесь очень классный шопинг, то есть вот старая Мамбаса, вот рынки, они все обставлены вот так вот картинами, там разными изделиями из бисера, это все так ярко, сочно, хочется привести просто буквально все, там, какие-то специальные подсвечники, какие-то красивые рамки из дерева, там, платки, бусы, ну, то есть вот картины, все, все, что хотите. Есть какие-то нюансы по вывозу этих сувениров? Ну, как нельзя вывозить там, например, ту же самую слоновую кость, да, это как бы из... Даже если она куплена... ...из правил на априори, не может быть официально, правильно? Там, на самом деле, не так уж и много таких изделий, то есть в основном это какой-то просто другой камень, либо это дерево, либо это, ну, вот, бисер, то есть, ну, ничего такого запрещенного там, ну, как бы, не купите особо, да, то есть, какие-то стандартные магниты, ну, просто это все настолько красочно, настолько бросается в глаза, то есть, да, ты увидел, у тебя все, вспышка, и ты уже покупаешь, уже тратишь деньги, то есть, ну, это, это интересно. Ну, и, конечно же, здесь есть вот форт Иисус, да, то есть, если мы идем в Мамбасе, мы обязательно смотрим форт Иисус, это визитная карточка, где рассказывают его нелегкую историю, то есть, там очень большая территория, внутри водят, показывают там все эти комнаты, и, конечно же, это просто вот прогулка по старому городу, ее можно комбинировать с посещением какого-нибудь там специального ресторана, да, если вы хотите покушать кухню в Суахилле, например, или вы хотите покушать мои продукты, или просто хотите сесть и выпить вкусного кенийского кофе, да, которым Кения очень славится, то это вот, ну, как бы, можно все там объединить в один день, да, и пошопиться, и просто погулять, пофотографироваться и немножко узнать историю. Крокодилы. Да, крокодилы, это из Хеллер Парка, фотография, вот если мы говорим о животных, например, человек приехал в Кению, он приехал с маленьким ребенком, там, совсем маленький, он понимает, что он не может поехать на сафари, хотя ограничений по детям нет, ну, просто нужно понимать по своему ребенку, да, как бы способен он, ну, с экскурсией. Да, да, это нелегкая прогулка по зоопарку, совершенно верно, поэтому тут нужно адекватно оценивать, как бы, поведение своего ребенка, например, да, если говорим о семье. Но есть Хеллер Парк, да, это не совсем безысходность, это а-ля такой контактный зоопарк, который находится в Северной Мамбасе, вот, кто живет в Северной Мамбасе, им вообще классно, ты сел там на трансфер, допустим, да, здесь, ну, организованная экскурсия, минут 10-15 ты уже, как бы, на месте. Там можно увидеть сейшельских черепах, которых очень любят на Зензибаре, да, вот, есть они на острове Призон, здесь тоже есть и сейшельские черепахи, здесь есть жирафы, ну, из-за чего сразу сюда едут, это смотровая площадка с жирафами, потом есть бегемоты, есть буйволы, вот, есть крокодилы, есть там отдельные, отдельные такие камеры со всякими рептилиями, там, грызунами и так дальше, вот, но в основном, конечно, да, фишка – это жирафы, это бегемоты, вот, ради них сюда едут. Жирафов, в общем, можно кормить, в общем, нормальной обычной жизнью, со смотровой площадки жирафов можно кормить, но если вдруг будут какие-то там, мы не знаем, какая будет очень ситуация, они могут вести противоковидные меры, когда физический человек жирафа покормить не может, то есть жирафов кормит только сотрудник этого парка, а мы просто стоим, смотрим, фотографируемся, там, делаем селфи, то есть в таком плане. Сюда можно поехать в Северный Мамбас, и приехать с Мамбаса можно, если мы живем там в Диане или в Малинде, все равно захотели поехать в Мамбас, это все можно скомбинировать, то есть это все очень реально. Просто это будет 2 часа езды, правильно? Ну, полтора. Ну, да, да, но оно того стоит, то есть если мы едем просто в Хевер-парк из Малинде, ну, такое. Ну, если приехали на 14 ночей, то можно и уже ездить. Вот, а если, ну, у нас получится 9 или 18 у нас фиксированные продолжительные. 18, прекрасно. Да, можно на 18, можно на дольше. А вот если делать такие комбинации, то да. Ну, и в принципе, то есть по таким вот базовым экскурсиям, остальное, конечно, это сафари. Это сафари. Давайте первый вопрос, который, ну, стандартный абсолютно у всех туристов, которые запрашивают Кению, сафари. Надо бронировать заранее или я приеду там посмотрю и если что, то я себе закажу. И он как-то должен быть именно вот туром проживания плюс сафари или проживание не меняется, ты все равно возвращаешься, он как-то как отдельным блоком просчитан. Ну, на самом деле, конечно, лучше бронировать заблаговременно, потому что нужно понимать, что лоджи, которые на сафари, мы всегда найдем лоджи, как бы такого не бывает, что сафари не подтверждается, такого априори, ну, не знаю, на моей практике такого еще никогда не было. Бывает такое, что нам приходится искать альтернативный лодж, который там где-то рядом будет, это да. Но если мы хотим особенно какой-то конкретный, то лучше, конечно, позаботиться об этом заблаговременно. Ну, сафари поездки, ну, вообще поездка в Кению такая вещь, которую лучше бронировать заранее. Опять же, в целях экономии у нас все туры посиданы таким образом, что если вы едете на сафари хотя бы на одну ночь, мы на эту ночь уже делаем чекаут, ну, чтобы как бы не переплачивать. Если вы приедете в Кению, мы этого уже сделать не сможем. Вы заплатили за весь период проживания, мы добронируем вам сафари. У нас были с предыдущей программой туристы, которые говорили, ой, на сафари так классно, добронируйте нам еще вот тот парк и вот тот. Мы добронировали, конечно, но они прекрасно понимали, что за проживание в отеле уже никто ничего, к сожалению, не вернет, потому что для отеля это тоже как бы... Это надо прям выехать из номера на это время? Или оно как-то так... Да, туристы покидают номер. Если нужно, вещи можно оставить в отеле, в камере хранения, да, с собой взять все самое необходимое. То есть это не проблема. Вот. Что такое Лодж? Вот, ну, большинство, я вам честно скажу, из туристов, они реально не понимают, что это. Ну, Лодж – это такой отель в большинстве своем, который... Ну, вот он находится в парке или рядом, если мы берем... Ну, в основном мы продаем те, которые находятся на территории парка, такой небольшой отель, который в большинстве своем имеет водопой, да, он обладает множеством террас смотровых, которые смотрят на этот водопой, чтобы у вас была возможность не только в саванне видеть животных, а вот прямо, ну, не знаю... Грубо говоря, не выходя... Да, грубо говоря, не выходя из номера. Вот. И еще в некоторых Лоджах есть такая фишка, на самом деле, во многих, что если вы, например, спите, и тут раз, и пришел, там, не знаю, лев, он там на кого-то набросился, ну, или что-то такое вот, что-то... Набросился, в смысле, ну, на еду, да? Ну, да, да, ну, не на человека, само собой, да. То есть, ну, вот что-то такое происходит интересное, то вам сигнализируют в комнату, что вот, смотрите, там пришли животные или там большое стадо каких-то животных пришло, и вы можете... Друзья, это не для слабонервных, это надо понимать, ну, ну, это природа, да, и как бы говорить нам о том, что, боже, как можно на это смотреть, ну, извините, ну, это природа, они живут, это их жизнь, это их образ жизни, а в смысле, он даже не задумывается о том, что этого может, там, для кого-то быть не... Лев, в смысле, не задумывается, что для кого-то это может быть стрессом. Это надо понимать однозначно, но если, как бы, ну, это круто, это невероятные впечатления, но вот, это одна из причин, по которой, наверное, на сафари с детьми, мне кажется. Ну, не обязательно. С детьми ездят, ездят с инфантиками, но я вам хочу сказать, что, ну, это не обязательно, что что-то кровожадное, да, это не так, что вы едете и там кого-то в клочер вот постоянно, ну, да, да, как бы, такие вещи, конечно, имеют место, место быть, но, да, нужно понимать, нужно понимать, зачем ты туда едешь, какую цель ты преследуешь, и, опять же, мы, это не зоопарк, да, у меня, вот, были такие случаи, когда, там, например, знакомый или кто, ну, который, там, вот, про Кению вообще, да, которые люди, там, не из туризма, они, о, что там, Кения, и они понимают, что, да, там есть пляж, и говорят сафари, а надо ехать, да, там и что посмотреть, и я, вот, если такие, как бы, ну, да, бывают, проскакивают, и я говорю, ну, вот, что там такого, да, или там есть возражения, ну, что, я там никогда в жизни льва не видел, ну, почему я должен переться через полстраны, чтобы увидеть льва, ну, окей, я его видел, там, где-то, там, жирафа, вот, в Киевском зоопарке у нас есть жираф, почему я должен туда ехать, я всегда рассказываю, ну, не всегда рассказываю, ну, вот, например, да, приходите вы в зоопарк, то есть, сафари – это чистая вода эмоций, причем такие эмоции, которых вы даже, может, не всегда знали, что, вообще, что они у вас есть, да, пришли вы в зоопарк, например, да, и какие эмоции мы там испытываем в основном. Ну, наверное, это какое-то умиление, если мы видим животное какое-то красивое, особенно которое мы видим первый раз. А в большинстве, к сожалению, эмоции и жалости. Вот, жалость, совершенно верно говорите, потому что сначала ты смотришь, ой, прикольно, иногда ты можешь чуть-чуть испытывать страх, если это хищник, ты не знаешь, как он себя сейчас поведет, ну, там, вдруг он там бросится на клетку, да, и жалость, потому что потом ты понимаешь, что это животное создано вообще для другого, и оно сидит в клетке 2х2, и совершенно не удовлетворяет свои животные инстинкты. И приезжаешь, например, на сафари, вот, едешь там в джипе или в вене, неважно, и там встречается тот же лев, например, да, там, где-то у водопоя. Ты останавливаешься, особенно очень красиво, когда это там семья львов, да, прайд, вернее, когда там львица отдельно, когда лев лежит, там их охраняет, там левяты между собой там что-то играются, то есть ты уже, как бы, включаешься, наблюдаешь за их поведением, потом видишь, что, например, там с боку где-то подходит зебра, потому что вода, она хочет попить, и она вот так, шаг вперед, два назад, то есть она видит, что с той стороны лев, и она вот как бы украдкой подкрадывается. Потом ее уже видит лев, и ты еще больше включаешься, и просыпается азарт того, что, ну, а что будет дальше, будет ли действительно какая-то охота. Потом ты ловишь себя на мысли, что ну окей, ну вот я сейчас увижу, что это случилось, и что я буду испытывать дальше. И ты понимаешь, что тебе становится жалко уже эту зебру. И ты сидишь и реально переживаешь, и пытаешься продумать вот развитие событий, да, или она все-таки подойдет, попьет, и все, и как бы, возможно, погибнет, или она отступится, пойдет искать воду в другом месте, и, может быть, найдет, а может быть, не найдет, и снова погибнет. И тебя начинает адреналинить вот просто от вот этого вот ожидания, от напряжения, да, что будет происходить. И поверьте, вы эту зебру будете вспоминать еще очень много лет, и переживать, ну как же она там все-таки попила, и, ну вот, как-то в таком, то есть ты видишь не просто животных, которые вот так вот рассажены. Ему принесли все, и он лежит, вот это и думает, господи, ну когда же ты уже уйдешь, что ты смотришь на меня в этом зоопарке? Вы видите просто взаимодействие, вы видите такую целостную картинку, и вы не просто как вы сторонние наблюдатели, а вот за счет этих эмоций вы реально это все пропускаете через себя, проживаете, и вот действительно это тот самый такой приятный адреналин, когда ты возвращаешься в лоджию, думаешь, господи, а как же это было круто реально. И плюс лоджи сами по себе, они очень атмосферные, да, особенно если есть терраса, вот есть лоджи, например, мне очень нравится Келагуни Сирена в том же самом Цауа, да, то есть далеко ехать не надо, где играет живая музыка, когда ты сидишь вечером, этот мужчина просто невероятно красиво поет, там пьешь вино, смотришь на водопой, там приходят зебры, приходят какие-то кабанчики, ну там, может быть, львы, то есть, ну это вот, и опять же, вот это ощущение, что ты живешь где-то там посреди саванны, да, как бы отрезан вообще, от территории, да, дикая территория, вот эти все звуки, ну, это, это своя романтика, но я еще не слышала, что по сафари кому-то не нравилось, вот правда, даже целую. Да, мне нравится, просто некоторые не совсем готовы, они неправильно, возможно, себе визуализировали, как это будет, или там неправильные ожидания были, или мало информации люди получили, и вот когда она не совпадает, то либо удивление, либо удивление, либо может быть, даже иногда какое-то негодование бывает у людей, там, почему меня не предупредили, но 97% абсолютно довольных людей, естественно. Ну, вот для тех, кто переживает и боится, у нас специально есть вот эти вот короткие программы, и вообще, что хорошо в Кении, что если провести параллель с тем же Занзибаром, на Занзибаре нам, ну, я думаю, не дадите мне соврать, нужно выбирать все-таки часто в силу и времени, и, ну, там, дальности парков, и вообще просто бюджета банально, все-таки мы остаемся на острове, или все-таки мы потратимся и полетим на сафари, потому что это часто далеко и накладно. В Кении есть вот этот здоровый компромисс, когда вы сели в машину, проехали там часа 4, и вы уже там в ближайшем парке, не в парке, который просто там до красного словца, а вы в ЦАВУ в Восточном, который классная, классическая, красивая саванна с большим количеством животных. Вот, то есть просто поехать хотя бы одну ночь, есть программа однодневная на самом деле, то есть близость парка, без ночевки, да, близость парка к побережью позволяет сделать программу даже на один день, и такие программы часто запрашивают те, кто вот с ребенком, боятся, что ребенок устанет, или, ну, там, даже взрослый человек, да, он боится, что ему там это будет тяжело, и я в таких случаях наоборот рекомендую уже чуть-чуть доплатить и взять одну ночь, потому что, когда вы едете на один день, вы, по сути, все время в дороге, все время в дороге, и вы только, у вас есть буквально там один час, когда вы останавливаетесь в лоджи на обед, да, и в принципе все. А так вы проехали, приехали, пообедали, отдохнули, посмотрели сафари, и опять же, очень интересно захватить все-таки утреннее сафари, да, когда животные все-таки более активные. А для этого надо ночевать? Активные, да, для этого, нужно ночевать, потому что у национальных парков тоже есть регламент по въезду и выезду, да, то есть есть специальные часы, но вот, например, если это национальный парк, мы должны закончить сафари до темна и вернуться в лодж. Если это заповедник, какой-то там резерват, то там можно сделать ночное сафари, например, тоже посмотреть много чего интересного, если хочется. Это вот в Таита Хиллз, например, они делают ночное сафари. Вот, и что касается парков, да, у нас получается западный и восточный цаву совсем рядом, где мы делаем программу на одну ночь и больше. Это Таита Хиллз, где находится знаменитый Salt Lake Lodge, вот по конструкции, уже видно, что у него необычная конструкция, то есть лодж полностью, вот он как раз-таки эталон того, что ты находишься в комнате, там круглые специальные такие номера, да, и они обеспечивают максимальный обзор, и рядом находится очень большой водопой. То есть вы можете просто вот так лежать на кровати и смотреть, как там животные, да, гуляют. Сюда приходят слоны, очень много, большие семьи слонов с маленькими слонятами, это такое очень милое зрелище, и сюда приходят большие стада буйволов. А буйволы, вот один буйвол, это один буйвол, но стадо буйволов, это дико красиво, это такая мощь, это, ну, это действительно стоит увидеть. И вот они вот здесь вот такой большой чередой тянутся вдруг вдоль этого лоджия, да, и вы это все наблюдаете с номера, со смотровой площадки, с вот этих вот мостиков, которые соединяют номера, то есть вот просто максимальный, максимальный обзор. Здесь вывозят на классическое джип-сафари, да, но у вас просто вот каждая минута, каждая минута вы, у вас такие геймдрайв практически. Да, сюда не берут маленьких деток в целях безопасности, потому что, ну, вот на землю мы спуститься не можем, да, это, ну, небезопасно, там открытая территория, там животные, то есть мы двигаемся просто по мостику, и вот в пределах вот этого главного здания, где у нас ресепшн и ресторан, поэтому детей до 6 лет, ну, их здесь не примут. А так, уже с ребенком постарше, конечно, можно приезжать, ну, он один из самых посещаемых, то есть он как, знаете, как есть жираф-манор с жирафами, вот этот вот, то есть со слонами, да, и здесь есть подземная смотровая площадка, которая прямо под водопой подходит, и если бы не защитные там стекла, можно было бы этого слона, ну, вот прямо, наверное, до него дотронуться, настолько близко он подходит. То есть, ну, и вы не пугаете животное, вы максимально близко, вы смотрите, фотографируете, то есть, ну, вот такая вот специфика. Вот. И вот Цава, вот Цава еще очень красивый парк, потому что славится вот этой своей красной землей. Это кадры из, о, господи, из Salt Lake, да, живые тоже наши фотографии. Еще в Цава Вест есть очень интересная локация, то есть, иногда сафари-то, ну, не только, вот мы поехали на животных, посмотрели, а есть еще какие-то такие интересные локации, вот здесь вот этот застывший лавовый поток, и сюда привозят, стараются в основном утром, если позволяет программа, ну, вот или утром, или вечером, я очень рекомендую. Такое ощущение, что находишься где-то вот просто на Марсе, то есть, ты ехал вот саванна-саванна, да, там акации, сухая трава, приехал, и совершенно другая картинка, вообще другой ландшафт, и просто резко оказался на другой планете. И вот, когда здесь особенный рассвет, это дико красиво, ну, казалось бы, ну, застыла эта лава, но оказаться там и увидеть, я вам гарантирую, что это будет невероятно круто. Ну, вот как-то, как-то так происходит сафари. Вот, и, конечно же, Амбасейли, тоже один из самых популярных парков. Вот, реальная фотография. Отсюда, ну, понятно, дело лучше всего видно Килиманджаро, да, вот кому интересно, то есть, хоть она находится в Танзании, а вот именно с Амбасейли ее видно просто как на ладони, то есть, очень часто расходятся облака полностью, и можно ее увидеть, вот это вот, ну, на рассвете или на закате она выглядит таким образом, то есть, это совершенно другая картинка. Фламинго, озера, большая концентрация животных, то есть, даже вот для туриста, который искушенный, то есть, если мы цаву можем предложить тем, кто, например, вообще впервые туда едет, и он скажет, ну, вау, круто, а если человек был уже в Танзании или был в каких-то других странах, ну, может быть, цаву ему немножко покажется не очень, банальным чем-то, да, ну, как бы ничего нового он там не увидит, это точно, а вот Амбасейли, вот Амбасейли понравится, это точно говорю. Ну, Амбасеймара, да, то есть, ну, очень много программ, на самом деле, я, если про все рассказываю, то мы можем брать с вами отпуск. вот, конечно же, Амбасеймара, там, где сейчас проходит миграция, вот как раз таки, сентябрь-октябрь, можно ее еще застать, будет миграция антилоп гну, они уже будут возвращаться, в принципе, в Танзанию. С Диани, у нас есть программа с Диани, есть прям прямой перелет в парк, мы не теряем время на какие-то там переезды дальние, сели в Диани, там, час-полтора пролетели, прилетели прямо в парк, поехали, ну, поехали на сафари, смотрим, миграцию тоже очень интересное зрелище, то есть, по своей мощи, тоже одно из самых удивительных, вообще, в принципе, в дикой природе, поэтому, поэтому рекомендуем. Ну, в принципе, в принципе, в принципе, ну, как бы, это не все, это, 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 это далеко не все, это верхушка айсберга, но, наверное, да, наверное, будем заканчивать, я думаю, пора уже увидеть, пора открывать сайт, hotur.com.ua, находить туры в Кению, и бронировать в любом агентстве, сети, агент сгорящих путевок, ну, или звоните, там, непосредственно нам, телефоны, которые вы видите, мы вам поможем подобрать, и рассказать еще, какие-то нюансы по сафари, по отелям, по курортам, если они у вас остались, после того, как вы посмотрели все наши блоки. Ну, а мы, к сожалению, заканчиваем говорить про Кению на сегодня, до новых встреч, была я, Оксана Шевчук, и Ира, руководитель направления Кения, туроператора Travel Professional Group, который, напомню, что с 9 сентября в этом году, по апрель, ставят чартерную полетную программу, на Кении, друзья, не пропустите свой шанс там побывать.